Джеймс Барри, Питер Пен и Вэнди. Глава первая. Питер прорывается. Все дети, кроме Питера Пена, о котором ты скоро услышишь, в конце концов становятся взрослыми. Рано или поздно они узнают, что должны вырасти. Вэнди узнала об этом так. Когда ей было два года, играла она однажды в саду, сорвала цветок и подбежала к матери. Должно быть, она была очень мила в эту минуту, потому что миссис Дарлинг прижала руку к сердцу и воскликнула. Ах, если бы ты осталась такой навсегда. Больше они об этом не говорили, но с тех пор Вэнди уже твердо знала, что вырастет. Об этом всегда узнаешь, как только тебе исполнится два года. Два – это начало жизни. Тебе, конечно, известно, что Дарлинги жили в доме номер 14. И до появления Вэнди главной в семье была мама. Очаровательная женщина с романтическим воображением и прелестным насмешливым ртом. Романтическое воображение миссис Дарлинг походило на маленькие шкатулки, которые привозят из далеких восточных стран. Откроешь одну, а в ней другая, поменьше. А в той еще одна, и так без конца. А в уголке ее прелестного насмешливого рта прятался поцелуй, который Вэнди никак не удавалось поймать. Как она ни старалась, он все ускользал от нее. Казалось бы, вот он притаился в правом уголке рта. А попробуй поймай. Мистеру Дарлингу она досталась так. Множество джентльменов, которые были юношами, когда она была девушкой, вдруг в один и тот же миг обнаружили, что любят ее. Они бросились со всех ног к ее дому, чтобы предложить ей руку и сердце. Но мистер Дарлинг крикнул извозчика, домчался туда первым и получил ее в награду. Он получил все, кроме самой последней шкатулочки и поцелуя, который прятался в уголке ее рта. О шкатулочке он и не подозревал, а на поцелуй со временем махнул рукой. Вэнди считала, что получить этот поцелуй мог бы только Наполеон. Ну а мне кажется, что и Наполеон ушел бы ни с чем, сердца хлопнув дверью. Мистер Дарлинг не раз хвастался Вэнди, что ее мать не только любит, но и уважает его. Он был одним из тех глубокомысленных людей, что все знают про акции и облигации. По-настоящему, конечно, о них никто ничего не знает. Но он говорил о том, что акции поднялись или упали в цене с таким видом, что ни одна женщина не могла бы отказать ему в уважении. В день свадьбы миссис Дарлинг была вся в белом. Поначалу она записывала все расходы с величайшей тщательностью. И даже, казалось, находила в этом удовольствие, будто играла в какую-то веселую игру. Не было случая, чтобы она забыла хоть пучок петрушки. Но мало-помалу она стала пропускать целые кочаны цветной капусты. А вместо них на страницах ее расходной книги появились рисунки каких-то младенцев. Она рисовала их вместо того, чтобы заниматься подсчетами. То были догадки миссис Дарлинг. Первой появилась Венди. Потом Джон. А потом Майкл. Недели две после появления Венди было неясно, смогут ли Дарлинги оставить ее в семье. Ведь прокормить лишний род не так-то просто. Мистер Дарлинг безумно гордился Венди. Но он был прежде всего человеком чести. И вот присев на краешек кровати, миссис Дарлинг и взяв ее за руку, он занялся подсчетами. В то время как она смотрела на него с мольбой в глазах. Она готова была рискнуть, чтобы их не ожидала. Но он был не таков. Он любил все точно подсчитать с карандашом в руках. И если она своими предложениями сбивала его, что ж, он просто начинал все сначала. Пожалуйста, не прерывай меня, просил он. Значит так, 1 фунт, 17 шиллингов дома и 2 шиллинга 6 пенсов на службе. Я могу отказаться от кофе на службе. Скажем, 10 шиллингов домой. Получается 2 фунта 9 шиллингов, 6 пенсов. Да, у тебя 18 шиллингов и 3 пенса. Итого 3 фунта, 7 шиллингов, 9 пенсов. В банке у меня 5 фунтов. Итого 8 фунтов, 7 шиллингов. Кто это там ходит? 8, 7, 9. Не мешай мне, милая. Да, еще фунт ты одолжила соседу. Молчи, дорогая. Значит, еще фунт и дорогая. Ну, вот и все. Как я сказал, 9 фунтов, 7 шиллингов и 9 пенсов. Да, так и есть. 9, 7 и 9. Вопрос теперь в том, сможем ли мы прожить год на 9 фунтов, 7 шиллингов и 9 пенсов в неделю. Ну, конечно же сможем, Джордж, воскликнула она. Сказать по правде, она готова была на все ради Венди. Но мистер Дарлинг твердо стоял на своем. Нет, он был просто великолепен. Не забывай про свинку, предупреждал он, чуть ли не с угрозой в голосе. И тут все начиналось сначала. Свинка, 1 фунт. То есть, это я только так пишу. На самом деле, конечно, будет все 30 шиллингов. Не прерывай меня. Корь, 1 фунт и 5 шиллингов. Краснуха. Полигенеи. Итого 2,15,5. Не маши руками. Коклюш, 15 шиллингов. Так оно и шло. Только результат каждый раз получался иной. Но в конце концов, Венди все-таки в семье оставили. Свинку свели до 12,5 шиллингов. А Кори Краснуху посчитали заодно. Такое же волнение царило в доме и по поводу Джона. А Майклу пришлось и совсем туго. Но оба были все же приняты в семью. И вскоре всех троих можно было увидеть на улице. Вместе с нянькой они чин нашли рядом в детский сад мисс Фулсом. Миссис Дарлинг любила, чтобы в семье был порядок. А мистер Дарлинг хотел, чтобы у них все было как у людей. Так что, конечно, у детей была нянька. Но так как Дарлинги были бедны, ведь дети выпивали столько молока, В няньке они взяли Ньюфаундленда, собаку по кличке Нэна, у которой не было хозяев до тех пор, пока ее не наняли Дарлинги. Она была собакой строгих правил и всегда относилась к детям с большим вниманием. Дарлинги познакомились с нею в кенсингтонских садах, где она проводила большую часть своего свободного времени, заглядывая в детские коляски. К немалой досаде неразивых нянек она бежала за ними до самого дома и жаловалась на них хозяйкам. Нэна оказалась просто сокровищем. Как строга она была во время купания. А ночью мгновенно вскакивала. Стоило кому-нибудь из детей подать голос. Разумеется, ее конура стояла в детской. Она прямо каким-то чудом понимала, когда на кашель можно не обращать внимания, а когда нужно завязать горло шерстяным чулком. Всем лекарствам до последнего дня своей жизни она предпочитала старинные средства, вроде ревеня. А когда при ней заводили разговор о микробах, она только презрительно фыркнула. В детский сад она провожала их по всем правилам. Пока они вели себя хорошо, степенно шла рядом. А стоило кому-либо отбежать в сторону, живо возвращала его на место. Если у Джона в этот день был футбол, она никогда не забывала его свитер. А на случай дождя всегда носила в зубах зонтик. В детском саду мисс Фулсом в подвале была комната, где няньки ждали детей, когда приходили за ними. Няньки сидели на скамейках, а Нэна лежала на полу. Вот и вся разница. Они притворялись, что не замечают ее, потому что она ниже по своему положению. А она презирала их болтовню. Нэна не любила, чтобы в детскую заходили гости, но если уж этого не избежать, она мигом срывала с Майкла нагрудник и надевала другой. С голубыми лентами одергивала на Венди платье и прилизывала Джону волосы. В детской царил образцовый порядок, и мистеру Дарлингу это было хорошо известно. И все же он с тревогой думал о том, что скажут люди. Ведь он должен был помнить о своем положении в обществе. Была у него и другая причина для беспокойства. Иногда мистеру Дарлингу казалось, что Нэна не восхищается им. «Я знаю, она от тебя просто без ума, Джордж», уверяла его миссис Дарлинг и подавала детям знак, чтобы они развеселили отца. Тут начинались пляски и даже маленькой служанке Лизе, которая тоже жила у Дарлингов, порой разрешали принять в них участие. В своей длинной юбке и белоснежной наколке она выглядела просто крошкой, хоть и клялась, когда ее брали в дом, что ей исполнилось 10 лет. Какое это было веселье! Как они прыгали, кричали, плясали! Но больше всех веселилась миссис Дарлинг. Она так бешено кружилась в танце, что виден был лишь поцелуй, притаившийся в уголке ее рта. «Будь ты попроворнее, может, ты и сумел бы его схватить!» Словом, не было на свете другой такой веселой и счастливой семьи. Пока в доме не появился Питер Пен. Впервые миссис Дарлинг узнала о нем, когда стала однажды наводить порядок в мыслях своих детей. По вечерам, когда дети засыпали, хорошие матери начинают разбирать их мысли, раскладывая по местам все, что накопилось в их головах за целый день. Если б ты как-нибудь не сразу заснул, только у тебя это, конечно, не выйдет, ты бы увидел, как мама разбирает твои мысли. Это очень интересно. Похоже, будто она прибирает в комоде. Думаю, что некоторые находки ей очень приятны, а другие нет. Вот она, стоя на коленях, берет что-то в руки, удивляется, как к тебе попала эта мысль, другую прижимает к щеке и гладит, как котенка, а третью торопливо убирает с глаз долой. А утром, когда ты проснешься, все шалости и злые побуждения, с которыми ты заснул, будут свернуты и спрятаны на дне ящика. А сверху, на самом видном, будут разложены все твои самые лучшие мысли и намерения, вычищенные и выглаженные. Только надевай. А видел ты когда-нибудь карту собственных мыслей? Врачи порой рисуют схемы некоторых частей твоего тела, и это бывает безумно интересно. Но сделать карту твоих мыслей нелегко, ибо в голове у тебя все перепутано и все время меняется. Чего-чего там только нет. Какие-то зигзаги вроде твоей температуры, вычерченной на листе бумаги. Вероятно, это дороги на острове. Ведь нигдешняя страна всегда кажется нам островом. И все там так ярко и удивительно. И коралловые рифы, и быстроходный бриг, стоявший на якоре в заливе, и дикари, и пустые приюты, и гномы, но большей частью портные, и пещера, с бьющим из-под земли источником, и принц с шестью братьями, и ветхая хижина, и крошечная старушка, у которой нос крючком. Во всем этом можно было бы разобраться, но есть там еще и первый день в школе. И отцы, и круглый пруд, и рукоделие, и убийство, и виселицы, и глаголы, после которых идет дательный падеж, и шоколадный пудинг, и больное горло, ну-ка скажи а-а-а, и расшатавшийся зуб, трепенса, если вырвешь его сам, и длинные брюки, и многое-многое другое. И то ли это разные части острова, то ли просто одна карта просвечивает сквозь другую. Но только все это страшно запутано, особенно потому, что все это находится в движении. Конечно, нигдешняя страна у каждого своя. У Джона, например, там была лагуна, над которой летали фламинго, и он на них охотился. А у Майкла, который был еще мал, лагуны летали над фламингами. Джон жил на своем острове, в перевернутой лодке, которую он вытащил на песок. Майкл в вигваме, умело сшитым из листьев. У Джона друзей не было. У Майкла они появлялись по ночам. А Венди дружила с волчонком, которого бросили родители. Впрочем, между этими островами всегда есть семейное сходство. И если бы поставить их в ряд и велеть стоять смирно, ты бы увидел, что носы у них одинаковые. Да и не только носы. К этим волшебным берегам вечно плывут в своих лодках дети. Там бывали и мы. Нам и теперь еще порой слышен шум нездешнего прибоя. Но ступить на те берега нам больше не дано. Из всех чудесных островов негдешний самый уютный и удобный. Все в нем рядом, прямо рукой подать. И приключений хоть отбавляй. Там скучать не приходится. Днем, когда играешь в остров негдешний со стульями и скатертью, он совсем не страшный. Но вечером, за те две минуты, пока ты не заснул, он вдруг оживает. Вот потому-то в детской всегда горят ночники. Время от времени разбирая мысли своих детей, миссис Дарлинг находила в них что-нибудь непонятное. И самым загадочным для нее было слово Питер. Среди знакомых у Дарлингов не было никакого Питера, и все же он то и дело попадался ей в мыслях у Джона и Майкла. Ну а у Венди в мыслях он занимал главное место. Вглядевшись в это имя, миссис Дарлинг увидела, что буквы в нем крупнее, чем в других словах. И выглядит оно как-то дерзко. Да, он очень любит дерзить, подтвердила со вздохом Венди, когда миссис Дарлинг расспросила ее. Но кто же он, доченька? Питер Пен! Ты ведь его знаешь, мама! Миссис Дарлинг его не знала, но задумавшись о своем детстве, припоминала какого-то Питера Пена, который по слухам жил у фей. О нем рассказывали всякие чудеса. Будто, когда дети умирают, он летит с ними часть пути, чтобы им не было страшно. В детстве она в него верила, но теперь, когда она вышла замуж и стала благоразумной, она усомнилась в его существовании. Но теперь уж он, конечно, вырос, сказала она Венди. А вот и нет, уверенно ответила Венди, он ростом точь-в-точь, как я. Она хотела сказать, что он не старше ее, да и ростом не больше. Неизвестно, откуда она это знала, просто знала и все. Миссис Дарлинг рассказала об этом разговоре мужу, но он только рассмеялся. Уверяю тебя, сказал он, весь этот вздор от Нены. Такое только собаке может прийти в голову. Ты не волнуйся и все забудется. Однако ничего не забывалось, а вскоре этот негодник не на шутку испугал миссис Дарлинг. С детьми бывают приключаются самые невероятные вещи, которые их совсем не пугают. Скажем, неделю спустя они могут невзначай заметить, что гуляя в лесу встретили своего покойного отца и играли с ним. Так и Венди, как ни в чем не бывало, сообщила однажды утром матери удивительную новость. Видишь ли, миссис Дарлинг нашла на полу в детской какие-то листья, которых там, конечно, не было, когда дети ложились спать. Миссис Дарлинг ломала себе голову над тем, откуда они взялись, как вдруг Венди снисходительно улыбнулась и сказала, «Ну, конечно, опять этот Питер». «Что ты говоришь, Венди?» «Противный мальчишка никогда не вытирает ноги!» вздохнула Венди. Сама она была очень аккуратная. Она спокойно объяснила, что по ночам Питер прилетает иногда в детскую и, усевшись на спинку кровати у нее в ногах, играет на дудочке. К счастью, Венди никогда не просыпалась ночью. Так что непонятно, откуда она это знала. Просто знала и все. Чепуха, дорогая! В дом нельзя войти, не постучав. По-моему, он влетает в окно. На третий этаж? Так ведь ты нашла листья у окна, мама? Да, ничего не скажешь, листья действительно лежали у окна. Миссис Дарлинг не знала, что и подумать, а Венди все было понятно. Не могло же ей это просто присниться. Доченька, вскричала миссис Дарлинг. Но почему ты раньше мне ничего не сказала? Забыла? Весело бросила Венди. Она торопилась завтракать. Нет, конечно, все это ей просто приснилось. Правда, под окном лежали листья. Миссис Дарлинг внимательно их рассмотрела, они были сухие и хрупкие, но миссис Дарлинг была совершенно уверена, что в Англии деревьев с такими листьями нет. Со свечой в руке она осмотрела весь пол в детской, ища следы таинственного посетителя. Она залезла кочергой в дымоход и простукала стены, она спустила мерную ленту из окна, до земли было 30 футов, а водосточной трубы, чтобы взобраться вверх, возле окна не было. Ну, конечно, Венди все это просто приснилось, но нет, это был не сон. Следующей же ночью произошли необычайные события, подтвердившие ее слова. С них-то все и началось. Вечером дети, как всегда, лежали в постелях. У Нене этот вечер был выходной, и миссис Дарлинг сама искупала детей и спела им колыбельную, пока один за другим они не выпустили ее руки и не ускользнули от нее в страну сна. Было так тихо и уютно, что собственные страхи показались ей смешными, и она спокойно уселась с рукоделием у камина. Она шила для Майкла, близился день его рождения, когда он впервые должен был надеть рубашку. Она пригрелась у огня, детская была слабо освещена тремя ночниками и вскоре шитье выпало из ее рук. Голова ее опустилась на грудь, ой, это было прекрасное зрелище. И она заснула. Взгляни же на них, Венди и Майкл вон там. Жен здесь, а миссис Дарлинг у камина. Только четвертого ночника в детской не было. Ей снился сон. Ей снилось, что нигдешний остров приблизился и оттуда появился необычный мальчик. Он ее не встревожил. Ей казалось, что она уже различила его черты раньше в лицах многих женщин, у которых не было детей. Возможно, он виделся ей на лицах и некоторых матерей. Но в ее сне он разорвал легкую завесу, которая затемняет нигдешнюю страну. И она увидела, что Венди, Джон и Майкл смотрят туда. Сам по себе сон этот ничего бы не значил, но пока он ей снился, окно в детской распахнулось и в комнату прыгнул мальчик. Вместе с ним влетел какой-то странный огонек не больше твоего кулака, который заметался по комнате словно живой. И этот огонек по-моему и разбудил миссис Дарлинг. Она вскрикнула и проснулась. Увидев мальчика, она почему-то сразу поняла, что это Питер Пен. Если бы в комнате в эту минуту был ты или я или Венди, мы бы заметили, что он очень похож на поцелуй, прятавшийся у миссис Дарлинг в уголке рта. Он был очень хорош собой, платье ему заменяли сухие листья и березовый сок, а зубы у него были все как один молочные. Они так и сверкали, будто жемчужные. Увидев взрослую, он заскрежетал на нее зубами. Игорь Негода